Его едва видно с дороги. Если бы не каменные джунгли вокруг, Троицкий мужской монастырь мог бы стать таким же популярным местом, как Рязанский Кремль. Как рассказывает историк Игорь Канаев, на территории монастыря специальных раскопок не проводилось. Археологи зашли сюда, когда одному из храмов поправляли фундамент. Находки ошеломили. Возможно, Рязань была построена намного раньше и городу тысячи лет. Между тем, монастырь, восстановленный в 90-е, до сих пор не может вернуть себе свою территорию. Один из корпусов заводских стоит на древнем некрополе, связанном с именами выдающихся деятелей всероссийского значения. Достаточно назвать фамилию Матвея Федоровича Казакова. Волконский, Трубецкий, Живаго, Рюмин. Здесь сохраняются поселения эпохи бронзы. То есть это уникальный еще археологический объект. И вот разборка этого одного из корпусов позволила бы раскрыть ансамбль монастыря. Еще один объект – угловой дом на улице Синной. Сейчас закрыт баннером. Если заглянуть во двор, видно, дом деревянный. Постройка датируется XIX веком. Он был разной высоты. С одной стороны – одноэтажный, с другой – двух. Во дворе – три этажа. Жили здесь восемь семей. Примерно пять лет назад он сильно пострадал от пожара. В двух шагах располагался дом, где жила семья Пироговых. Мало того, здесь даже родился один из братьев Пироговых – Александр. Поэтому знаковая улица, знаковый дом. Угловые дома на перекрестке улицы или где соединяются две улицы, они держат, они ключевые. Это ключевые точки на улицах. И дом этот как раз является угловым. И потеря его, и постройка очередного какого-то в дачном стиле новодела просто испортит ансамбль вот этого древнего места. На этой улице еще сохранились деревянные дома, а этот напротив Бориса Глебского собора помог бы сохранить облик небольшого уголка истории в центре Рязани. Дому, где жила первая рязанская женщина, профессор математики Любовь Запольская, в отличие от других объектов, повезло меньше всего. В нем устроили общественный туалет. Известие о том, что здесь собираются люди без определенного места жительства, шокировало общественность. Это уникальный дом-угол. Таких больше нет. Он построен в 19 веке. Историки называют его обрамлением соборной площади, ожерелье вокруг памятника 900-летию Рязани и Олегу Рязанскому. Однако сейчас строение в пыли разрисованной граффити с ботинками, стоящими в форточке, меньше всего похоже на памятник культурного наследия.